Итак, всем привет, с вами Дуга, продолжаем играть в Total Cringe за Советский Союз. И в прошлой серии мы тут уже начали строить военные заводы, помогли Испании победить. Испания теперь республиканская. В теории они смогут стать нашей марионеткой, если это работает так же, как и, так сказать, в ваниле. Но посмотрим, может что-то здесь переработано. И в Китае тоже неплохо поработали. Китай в 40-м году еще удерживает большую часть своих территорий, хотя, если посмотреть вот сюда, то у них как будто они уже близки к поражению. Их, видимо, поддержки военным, хотя нет, слушайте. Странно, странно, но в любом случае, я не думаю, что они смогут сильно далеко пропушить. В смысле, что японцы. И плюс в Китае, наверное, уже должны быть какие-то фокусы на защиту хорошие, поговорить сюда. Тут какие-то не очень полятные дебафы, но это, так понимаю, они избавляются от дебафов потихоньку. Да, так, вон, притянская война, замыньте их внутрь, то есть, в целом, вроде как, цельско-японский тупик, кстати говоря, у них происходит, и у японцев тоже. Короче, да. Здесь война остановилась на нормальных территориях, ну, а к нашей войне мы будем готовиться, а Германия тут потихоньку, я так полагаю, готовится к захвату Франции. Поехали. Кстати говоря, мы уже почти 50 военных злотов определили на истребителя, мы делаем почти 9 в день. В принципе, когда у нас будет фулл эффективность, то будет 10. Мы еще переключим потом их на эйке, они достаточно скоро будут, и будем потом заполнять штурмовики, которые мы как раз-таки скоро получим. Это будут уже наши легендарные Ил-2. Вот и план Гельб в действии. Германия поехала в Бенилюкс. Мы делаем наши Илы. А еще я тут узлы стомжения немножко прокладываю, в местах, которые, ну, у нас будут немножко недоснабжаться. Будем еще немножко железные дороги повышать, потому что, видите, у нас некоторые проблемы с становлением будут. Лучше, конечно же, все это предусмотреть и заранее здесь поднять инфраструктуру, точнее, поднять ЖД, узлы снабжения, где надо поставить, и вот это все сделать. Потому что, в принципе, уже начинаем выстраивать наши линии обороны. Видите, мы большую часть уже сделали, еще вот эти дивизии туда перейдут. Как бы, здесь у нас тоже дивизии все готовы. В общем-то, вроде как, все отлично. Финляндио мы постараемся как можно быстрее зарашить. В целом у нас на это хватает армии здесь. Я значительные силы, ну, значительные для Финляндио, конечно же, силы туда выделяю. Затем мы перебросим это куда-нибудь сюда, в резервы. И, ну, у нас еще сюда нужно где-то, примерно, 2-3 армии. В целом, я думаю, мы успеваем все это построить. И будут еще резервы. Так, Норвегия капнула. А еще я вижу, что Германия долбится в Мажино. Как вам такое? Невероятный мод. Надеюсь, они не слишком истощатся, потому что, по моему прошлому правилу, который был на стриме, Германия просто очень много потеряла потом на реке. Перед этим, я так понимаю, тоже потеряла. Ну вот, смотрите, они просто реально убиваются в Мажино. Ну, сейчас здесь дойдут, поэтому уменьшат свои потери в Мажино. Ну, конечно, очень смешно. Если бы мы отправили туда добровольцев, я чувствую, мы бы вообще могли остановить войну. 9, 2 крыльев. Типа, мы сейчас можно вот так вот взять и остановить войну. Давайте ради забавы просто туда хотя бы добровольцев вот этих отправим, воздушных. Посмотрим, что вообще, насколько они изменят ситуацию. И, слушайте, мы неплохо разменившись с Германией по воздуху, на самом деле. И мы реально поможем удержать французов на территории. Хотя, видите, французы в чё-то дивизии очень смешно расположены, поэтому они вряд ли удержат под что-то. Сейчас умеешь попробовать потом в будущем за Францию как-нибудь поиграть в этот мод, наверное. Но это всё попозже. Ой, мы украли зенитную пушку, которую я исследовал. Слушайте, мы украли тяжёлую зенитную пушку. А, сильно она мне нужна? Мне кажется, особо нет. Может, давайте сравним стоимость. Она почти в два раза дороже. Имеет бронебоинт чуть побольше, вот у дужного чуть побольше, но на ней в два раза сильнее. Противотанка, конечно, у неё есть и противопехотная. Нет, противопехотная меньше, защита меньше. То есть, ну, это вот именно если на танке против танков вешать, наверное, или на моторизованной какие-то дивизии, чтобы побольше противотанков иметь и бронебоинности. Не сильно полезно, хотя там он есть какой-то... Минус урон, воздушный, бомбардировок 1%, ну, допустим. Ну, а мы не останавливаемся и продолжаем красть тут всё, что можно. Ну, типа там, мы, типа, чувствуемся здесь нормально. Если бы они были добровольцы, я Германию бы реально остановил, но я думаю, это было бы совсем нечестно. А у нас и яки подъехали. Тоже мы яки обязательно выкачиваем полностью. Но воздушный опыт больше одевать особо и некуда. И яки МК-1, 7 штук в день. Отличные цифры. И вот тут у нас пятилетний план в Балтии есть. Я вот думаю, нажимать его или нет. Вообще, я думаю, да, стоит, потому что мы получим сразу подчинение и кучу фабрик. Танки я пока ещё не иду по фокусам, потому что, опять-таки, я ещё заполняю авиацию. Да? А подчинение даст ещё больше фабрик. То есть у нас вот сюда ещё появится, да? Мне кажется, я потеряю здесь немножко регионов, но это, я думаю, терпимые потери. А ещё, я думаю, вот это наш новый ПВО. Мы зарядим на краске воздушную атаку. Мы вот исследовали себе ПВОшку. Интересно, она... Куда она улетела? Нашёл. В не самое очевидное место. Не в самый конец, не в самый верх. Окей. Это мы сделали, это устаревает. Делаем теперь ПВО получше. В Британии там никогда не издастся. Окей. Не сильно мне это интересно. Мне интересно то, что мы очень-очень много авиации делаем, и это меня, конечно же, невероятно радует. Резилерию бычь тоже качнуть, но пока ещё не можем. О, очередной бонус в электронике. Как меня это радует. Но у нас погиб за это агент? Да, судя по всему, да, так и есть. Это меня не радует. Она очень была хорошей. Но мы не сможем же никогда. Мы можем команду в теории получить. Давайте попробуем прокачать. Может, у нас команда найдётся. Хотя шансы, конечно, небольшие. Блин, это прям плохо. Ну, это же нового агента, наверное, чтобы внедряться параллельно в правительство. Сетку надо всё равно сохранять, сотку. Так, герман-светский договор. Конечно же, мы берём его и получаем бав к нашим средним танкам. исследованием. Сейчас мы уже вышли. Пойдём по фокусам ввода Т-34 и сразу пойдём следовать Т-34 с 42-го года. О, и нам дали парня на взломщика сейф. Супер. Теперь мы можем, знаете, как сделать? Ну-ка, 20 дней. Отправляем вот этих сюда. Этот пускай поддерживает сетку. Эти вернутся. Кто-то будет поддерживать сетку, а этот будет вырвать теку. Ещё я, наверное, отклонюсь чуть-чуть от вот этого фокуса на фокус тактрино-глубоких операций, чтобы успеть доисследовать тактрину. Потому что это тихо почти готово. Нам нужно какой-то тихий, на самом деле, баф. И вот это тоже было бы полезно под бафом её исследовать побыстрее. А здесь пока даже не знаю. У нас вроде как всё окей. Вот за 142 дня мы возьмём себе обширное... Так, по-другому не берём. Обширное наступление и потом полетим в приоритет прорыва. В целом это займёт 280 дней. Ну, примерно к началу войны, чуть позже, мы вот это и возьмём. То есть вот это мы ведём до войны ещё даже. Супер, я считаю. Это очень нам поможет на защите. А вот я думаю, вот эти уже пара фокусы нажимать. Только молотова, наверное, нет. Мы отдаём, потому что на Купурлянде это... молотова нам неинтересно, потому что мы отдаём вот эти территории. А вот Южный Днепр, Херсон, Запрожье, Полтава. Так. Полтава. вот так. Полтава. Херсон, Запрожье. Вот это выглядит поинтереснее, на самом деле. Я так понимаю, это как раз вот эти вот территории. Это мы берём. А ещё мы новые стратегии исследовали. В теории их бы тоже можно было бы подмаксить. Но, но. А л2, подождите, а л2 не замаксили, что ли? Такой вопрос. Л2? Нет. И это ошибка. Надо сначала л2 замаксить, моего всё-таки будет делать побольше. А здесь мы ставим е8, как и нужно было. А здесь мы всё-таки ставим л2, мк1. Тут тем временем Германия-Югославия уже идёт захватывать. Мы видим просто всё. Германия. Наши шпионы, конечно, работает, но шикарно, я считаю. А ещё, перед началом войны, как я и говорил, мы построим ЖД и пункты снабжения. ЖД, вот мы уже в процессе постройки, пункт снабжения мы нужны, вроде как, построили. Вот здесь вот только, возможно, какой-то ещё пригодится. Подумаю я ещё над этим, потому что вот этот мы потеряем. Тут квартажи нету, чтобы их по-дфе, да. Можно в сфере было подливать здесь, здесь ещё, вот здесь тоже хорошие крепы, но посмотрим на счёт этого. Пока что не очень хочется. Здесь просто, видите, третий, четвёртый уже солидно. А вот так вот растягивать как-то, но не слишком. Здесь тоже третий, типа, выгодно, но не хочу. Будем сразу дефать те территории, которые не будем сдавать. Ну и теперь, когда мы задеплоили прям все свои дивизии, нам видно, что не хватает ещё десяти дивизий. Так, подожди, вот это, давайте мы всё это неинтересно и уберём нам. Нам нужно ещё десять дивизий будет сделать и деплойнуть вот сюда. В принципе, как только они будут готовы, я их буду деплойнуть и обучать уже на поле боя. Вот это нам неинтересно, вот это нам всё неинтересное чудо. Это всё мы убираем. Честно говоря, вроде как основные вещи мы сделали. Тут вот есть ещё танки, которые бы вообще потренить, было бы хорошо так. Им не хватает не танков, танков у нас вроде как лёгких, по крайней мере, достаточно. Но нам не хватает бронетранспортеров для наших средних. Я вижу, нам ещё не хватает лошадей, кстати говоря. Блин, ну придётся на них какие-то заводы выделить и повысить вот так вот ещё производство. Да, как-то надо немножко ещё подувеличить некоторые расходы. А в целом, вроде как, нам этого должно уже хватать. Плюс-минус, опять же. И радио, да, нужно везде много, потому что наше производство не успевало справляться, потому что мы исследовали его слишком быстро и слишком много. но в целом, вот это всё поставим, ЖД достроим, я думаю, всё у нас будет отлично. Вот такая вот у нас будет линия обороны. Давайте я вам покажу всё по фортификациям. Кси говоря, можно будет ещё вот это подефать в теории, да, но, наверное, не стоит, это не слишком много даст нам. Здесь уже нет такого крепления, поэтому дефаем сразу точно речку. Здесь четвёртый лв-ла, четвёртый лв-ла в принципе вполне себе пойдёт ещё. И вот здесь вот тоже такие крепления можно подефать, потом отойдём вот к этим территориям. Видите, пску город-города здесь хорошо дефаются. Напоминаю, только тяжёлая шлири и можно брать города. Вот. Здесь у нас тоже защитная линия хорошая, в принципе. В теории можно единственное, что форты вот здесь вот ещё построить, да, на... Кукани стоит. Блин, они стоят очень дорого на самом деле. Типа два месяца почти строить каждую фортификацию. Мне кажется, лучше строить ЖД вот сюда, чтобы у нас сомжение там было и непосредственно военные заводы, чтобы дивизии побыстрее заполнить. Так что вот, здесь вот тоже мы подефаем вот эти территории. Здесь восьмые фортификации, я думаю, это невозможно практически взлетать для них будет. Ну и здесь мы скоро добавим фортификации по нашему решению. Здесь тоже вот эти все фортификации задаём просто, потому что их не так, что их хочется дефать. И вот здесь мы с Финлянти, кстати говоря, у нас здесь что-то со снабжением. Мне это очень не нравится. Давайте-ка часть этих дивизий что-ли сюда перебросим, наверное. Может так станет получше? Да, стало получше. Просто не хочется, если жёлтый, то ещё ладно, мы ещё можем потерпеть в принципе. Но вот красные коробки нам терпеть не хочется однозначно. Вот. Обычно есть только хуже. И обязательно потренировать до максимум, потому что очень-очень важно ввести были вытренированы. Особенно вот эти вот, которые сейчас имеют минусы, наоборот. Так что мы в целом вот ещё одно радио качнули, но вот это, по-моему, не повышает. Стоимость радио да, так и есть. Наши дивизии в идеале пехотный выглядит вот так. Я решил не добавлять дивизии до тридцатки, какие-то тела на стрим, потому что по ощущениям слишком легко. Попробуем двадцатками. Вот. И плюс слишком легко везде, но при этом не очень приятно на городах. Смотрим, как себя такие дивизии покажут. И опять-таки, видите, у нас здесь не полное моторизованное, а частичная моторизация. Танки же у нас, конечно же, полностью моторизованным, что употребляют они ну очень много, даже, кстати говоря, с этой ротой. Все-таки это тридцатка механизированная. Ну да. Так что будем сейчас мы их готовить параллельно восполнять здесь, что получается. Ну и уже совсем скоро нас ожидает полноштабная война с Германией. Ну и так как все уже дообучились до нормального левела, кроме вот этих дивизий, давайте это мы уже прекратим. Тоже как получилось. Здесь надо еще дообучить вот этих зеленых. Но так в целом все готово. Осталось лишь вот эти минуса все позаполнять. Это, конечно, дает время и начинать будем с минусами. Но я в целом был к этому готов. Последовали мы эти технологии артиллерии получили дополнительную. Отлично. Побиенты будут работать, я полагаю, даже во время войны. И не хватало у нас здесь всяких разных вещей. У нас происходит еще чистка ВВС, но я, в принципе, про это немножко знал. На самом деле не сильно много это нам задебафает, потерял опыта неприятно, эффективность здесь неприятно, но все это на самом деле терпимо. Ну, там еще происшествия. Это все вообще терпимо, здесь нету дебафов атаки, нету дебафов каких-то на защиту, маневренность как в Ворда Блайзе. Тут все это можно пережить. Вот. А мы еще все, что можно авиацию, еще деплоим и дообучаем, хотя в целом нам уже плюс-нибудь пора ее заменять именно новый, но даже старая она тоже пригодится, потому что это просто одновременное количество авиации в воздухе и это всегда решает. И на самом деле по авиации мы просто, я бы сказал, очень-очень солидно превосходим Германию, да, на буквально тысячу самолетов и по производству, я думаю, тоже, если так посмотреть, у нас 71, у них 64 из-за танков будет больше, очевидно, но наши танковые дивизии запланированы где-то к зиме примерно. Заборим, скорее всего, чуть попозже на самом деле, но нам они сейчас не нужны, потому что мы все равно будем защищаться, а танки как раз-таки это единицы боевые прорывы. Так что мы проводим ЖД к нашим вот этим пунктам сомнение и готовимся к тотальной обороне. Вот и новая 34-ка, ставим ее, конечно же, тоже сюда. Еще перед войной мы начали делать подразделение НКВД, мы не все военные фокусы доделали, да, но зато сделаем вот это на пополнение, плюс 5 это много, и плюс командный ресурс тоже полезно, но на самом деле, потому что у нас не все генералы выключены еще. Нужно будет, я думаю, еще сделать ставку, мы как ни странно, несмотря на то, что сделали уроки войны и доктрину глубоких операций, не сделали ставку еще. И единственное, тут есть некоторая ловушка, тут видите, понес потери миллион, да, он потери понес, есть 2 миллиона, капитуляция, блин, есть вполне в себе не иллюзорный шанс, что не тот, не тот фокус мы не сможем сделать, потому что мы такие потери не понесем, потому что бот здесь, ну, мягко говоря, не самый сильный. И вот Германия обосновывает с нами цель войны, ну, на самом деле делает операцию Барбаросса, это даст нам, лишь это даст им решение. Кстати говоря, по моим ощущениям, они не 22-го нападут на нас, ну, да, даже это не смогли разработчики мода сделать, ну, ладно. Теоретические, да, конечно, да, невероятно сложно сделать боту. Сейчас пришел нереальный троллинг, короче, я поставил вот этого шпиона, который только что вернулся сюда, и ее сразу же захватили, а вот этот ушел на миссию. Что-то как-то мем произошел, ее за один час буквально захватили, чисто на границе, ее русский акцент сильно выделялся, видимо. Так, Германия стоит, глобальный дефицит товаров, ага, очень интересно, а ТНП на самом деле неприятно, скорость строительства неприятно, лошади, типа дороже, окей, плевать. Красная армия врасплох, еще раз врасплох, блин, дважды врасплох застали, что мы такие. Атака дивизии минус 15, защита минус 30, а здесь неожиданная атака временная, защита минус 5, организация минус 5, скорость плюс 5, то есть, типа мы должны сваливать на скорость. Это, конечно, интересно, но давайте ставку, наверное, отменим, а вот мобилизацию, наверное, сделаем, да. Вот там экстренное промышленное усилие, закрыт экономику, военные заводы, и начнутся там всякие решения, фокусы войны, Великой Отечественной войны. Тактика или выжженной земли, да, просто дистанционно Сталин с силой мысли заставляет инфраструктуру взорваться, сильный мужик, конечно, я просто невероятно, я так не умею, вот, но, тем не менее, это вроде должно быть полезно какое-как, хотя инфраструктура это не ЖД, вот ЖД взорвать было бы чуть-чуть, мне кажется, эффективнее, ну ладно, допустим, и даем им к нам зайти. Великой Отечественной войны еще тоже начинают войну с нами, кстати говоря, надо нашу авиацию, а, наша авиация на местах, супер, давайте тогда немножко вот эту авиацию все переделаем, и вообще всю авиацию здесь тоже, ой, яд, сота начинается, они у нас типа территории отбивают, и в целом, скажу, где-то даже это успешно у них как бы-то получается, да, но мы на самом деле будем сейчас вручную, опять-таки, аккуратненько все делать будем, и будем потихонечку пробиваться во Финляндию, потому что можем, я считаю, следовательно, что следовательно должны, вот здесь вот только на самом деле у нас немножко не хватает дивизии, естественно говоря, нам нужно было чуть больше отправить дивизии, ну ладно, мы с севера должны пробивать, ну и плюс здесь, конечно же, сейчас авиация отрабатывает тоже солидно. Ой, мы украли радиопнаружение, кстати, интересно, это даже можно построить типа где-то вот здесь допустим, да, просто по линии фронта причем бы такое не построить. И воздухом начинаем тоже бороться, пока что вроде нормально, хотя они начинают вымавливать нам поезда и машинки, они разрешили Ишки это делать, это очень нечестно, это напоминает мне о том, что, блин, я тогда тоже буду делать, обычно я не делаю против И, потому что это слишком сильно, лишать Ишку поездов и машин просто ее уничтожает, но так как они это делают, разработчики считают, что Ишка должен сделать, и вообще эта механика справедливая, то я тоже буду это делать. И начинаем атаковать просто кнопочкой, только под самой низкой скоростью, чтобы только там, где безопасно они это делали. Ага, кстати говоря, мы в теории можем повоевать в море, но не сильно я хочу пока что, и вряд ли я там найду немцев. А авиация наша здесь пока что вроде как отлично работает. Здесь же наши стратегии с дополнительной разведкой начинают бомбить по немецким железным, железным дорогам. Я так вот выставил еще по пунктам стомжения. Вообще, только железные дороги пока что пойдет лучше. И пока, наверное, можно побомбить их вот здесь. Итак, сделали мобилизацию, давайте совет по эвакуации делаем и будем эвакуировать Киев и Минск, наверное. Я, кстати говоря, по поводу этого давайте на фоне этого сделаем пока что вот так. Поддержим чуть-чуть Минск, чтобы оттуда эвакуировать снаряжение. Ну, заводы. Ну, и разменим все вроде как пока позитивно, но это потому что у них эффективность низкая из-за баз. Хотя у нас тоже, кстати говоря, эффективность низкая. И знаете, что у нас тут есть? Ага, у нас тут вроде был на погоду, но уже нету. Давайте воздушное присутствие, наверное. Хотя у нас есть вот этот чел тоже классно, 10 эффективности. Я бы его тоже хотел на самом деле взять. Да. Но 38 дней это слишком дорого. Нет. Давайте просто вот этого. И нас здесь вот начинают пробивать, но... Ох, это смешно. Это, конечно, не World of Blaze. Посмотрим. Если все будет слишком плохо, Ишки, может просто будем контратаковать в один момент. И здесь у нас все вроде как отлично. Мы забираем здесь самый главный пункт снабжения. Как-нибудь уже Д пройдет. Будет все у нас вообще солидно здесь. И на севере мы здесь тоже вроде как потихоньку пушим. Еще какие-то есть конвои периодически. Немецкие. Отлично. Я, в принципе, не против их потопить, конечно. Итак, можем начать эвакуацию промышленности. Давайте-ка. 15 дней здесь. 15 дней здесь. Это устроит Смоленск. Мне уже не интересен. Ржев, Москва. Тоже, я думаю, это все уже мы удержим. Да и вообще, Минск в теории можем удержать, но на всякий случай. Как и Киев. Так, у них, кстати говоря, видите, здесь припасами педы. Наши, конечно же, стратеги в этом немножко замешаны. Но еще пока не так сильно они работают, как хотелось бы. Но мы работаем над этим. Ой, мы еще и в Норвегию успеем зайти. Хех. Вообще, я бы туда не продвигался слишком. Надо капитулировать феналисы, здесь ставить небольшой гарнизон. И вот так вот выглядит нападение на Киев. Удачи им с этим. И вот так вот выглядит пробитие здесь. Кстати говоря, здесь... А, ну, здесь просто дивизии еще не зашли. Все. Здесь все тоже у нас отлично. Здесь в Риге вообще смешно даже про это думать. Ну, про что я и говорил, здесь, конечно, Ишка не может пробить особо. О, потерям вообще, кстати говоря, можно посмотреть. У нас Финляндия 48, нанесла мы им 113, а здесь у нас пока 57, им только несли всего лишь за 2000. Ну, пока еще казуальные цифры. Очень не хватает, конечно, кабанного ресурса на то, чтобы перки всем повыдавать. То, что вот здесь вот в мире не дают перки выставлять, это, конечно, очень раздражает. И вот этот кап всего в 30 очков позволяет всего лишь один перк в несколько месяцев брать. Это очень-очень не очень. И мы находим здесь итальянский транспортник. Вот здесь вот, что он, блядь, здесь сделал? Там у Салини пришел задаваться или что? Очень странно. Кстати говоря, здесь вот нас начинают атаковать, и я думаю, пора сюда тоже штурмовичков побольше зарядить. Как невероятный ивент, но, видимо, это Иран вам задает территорию. Да, нам прокладывают персидский путь. А мы потихоньку здесь продолжаем просто задушивать Викфин. Что нам еще остается здесь сделать? Так, я так понимаю, из Минска мы эвакуировали промышленность, да. Следовательно, можно Минск это отдать. Вполне себе. Здесь, конечно, укреп, в Минске самому креп классный, я бы его дефал, но вот здесь сверху, конечно, изъемая провинция, всего лишь второй креп. Хотя, блин, пока что мы можем подефать, в принципе, второй креп, мы здесь размениваемся отлично, нужно только успевать укреплять, ну, сюда дивизии дополнительно прислать, и все отлично. А здесь у нас вообще все шикарно, да, они просто долбятся и долбятся в эту ригу. Единственное, может, фортификации там ломают, ну, периодически что-то ломают, но в целом все это терпимо. Ладно, я думаю, это мы и подзакончим первую серию, началась Великая Отечественная война, и в ней у нас размены, конечно, просто посмотрите, 171 тысяча против наших 10 тысяч. Вот весь ваш Total Grinch. А с вами был Долгайм, подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны, лайки, комментарии, и все, как обычно, до скорых встреч, пока.